Четвертый вопрос. О связи с РКРФ. О союзе. Связь поручена. Я хочу, товарищи, нам сказать, что этот вопрос, который требует некоторых воспоминаний о истории существования РКРФ. Когда в результате сначала создания общества научного коммунизма, в котором участвуют здесь присутствующие Александр Сергеевич и другие товарищи, наши старшие, Овчинников, Тимофеев, Додок. Потом Городского совета прихологов рабочих, потом Объединенного фронта трудящихся, затем движение коммунистической инициативы. Вот на этой самой волне, момент, когда мы добивались создания коммунистической партии СССР и добились, и наши товарищи туда пошли, золото был член ЦК, в том числе в Компартии, Долгов был членом ЦК Компартии СССР, Тюркин тоже был членом ЦК Компартии СССР и так далее. Вот в этот самый момент, когда состоялось запрещение деятельности организаций в государственных учреждениях, по указу Ельца, незаконным, Ну вот, значит, мы полагали, участники движения коммунистической инициативы, что, ну, люди продолжат, так сказать, в подпольных условиях коммунистическую работу. Как это было в годы Великой Отечественной войны, и пришли фашисты там, или полуфашисты, или антикоммунисты. Нет. Наши товарищи из КПСС в огромном своем большинстве залегли на дно и стали создавать социалистическую партию трудящихся, во главе с Вартазаровой. За Вартазарова никчемная фигура, так сказать, она, так сказать, за собой имела Горбачева и эту компанию, которые дальше занялись превращением Компартии в социалистическую партию трудящихся, стаканом отзора. Вот, тем не менее, а мы, нам, наши товарищи из Белого дома, которые были депутатами, из бывших членов КПРСФСР, говорили, что все, у Ельцина лежит на столе, указ на запрещение в России всякой деятельности, что вы делаете, говорю, ну, он лежит, возьмите проект, вы туда пошлите на стол принесите, нам, сколько вы делаете, не запретили же, не запретили. И мы провели Свердловский учредительный съезд, потом, значит, на следующий год в Челябинске был съезд, на котором была принята программа, я делал доклад по программе партии. Программу РКРП подготовили, подбыл в группу, подготовил в составе долгов, долгов, топов, и, так сказать, эта вот программа, и была положена в основу существования и деятельности Российской Коммунистической Рабочей Партии. Ее очень быстро зарегистрировали, в ноябре появилась уже РКРП, но когда мы увидели, что вдруг в РКРП появились те же самые тенденции, которые как раз разрушили КПСС. Какие? Рабочие на заднем плане. На заднем плане. То есть, однажды мы, когда это почувствовали, мы даже решили наблюдать, что не было первого секретаря в РКРП, так же, как вот у нас. И пока мы там были в РКРП, и не было первых секретаря. Не было какой ситуации, чтобы, так сказать, куда-то рабочих отодвигали. Но так получилось, что вот, если вдруг рабочие в один прекрасный момент, там, Педот, Топтимафик и Гошин сели, и начали вести пленум. Это было воспринято как вообще революция или восстание вооруженное. Еще раз был большой шум, скандал. Мы поняли, что товарищи рабочие здесь в партии РКРП лишние. Потом мы увидели, что вот этот вот пункт, который мы считали очень важным в уставе, что большинство во всех органах должно быть рабочих на съезде, в ЦК, в горкомах, в райкомах. Этот пункт реализовывается на практике так, скажем, 50 членов органов, 25 рабочих, будем считать, ну, 26 рабочих и 24 нерабочих. Приходит 24 нерабочих, два рабочих, в корме, и все решается, и рабочие остаются за постом. А рабочие, значит, они у них сменная работа, понятная, она может быть связана с такими условиями, когда они не прибывают. В общем, мы поняли, что этих рабочих начинают теснеть. И тогда мы потребовали, чтобы товарищ Тимофеев, председатель рабочей комиссии, вошел в Ордбюро. Вот. Значит, кроме того, было требование, чтобы я, председатель идеологической комиссии КРКРП, тоже вошел в Ордбюро. Тем более, что я участвовал во всем создании, так сказать, во всей идеологической деятельности. Но мы встретили такое, значит, решительное сопротивление и утверждение о том, что есть некая нерабородская дорога в обновь с Поповым, которая, так сказать, не то делает, не тем занимается. И мы поняли, что мы попали в ситуацию КПСС второй раз. Снова мы будем в меньшинстве и бороться с опортунизмом и реализмом, который наметился в РКРП. Мы тогда приняли решение две комиссии. Рабочая комиссия ЦК РКРП и генерическая комиссия о создании новой партии. Для начала мы думали, что мы будем сотрудничать и даже оставили ту же аббревиатуру РКРП, рабочая крестьянская российская партия. Но, как мы поняли, невольно-то с нами хотят сотрудничать, поэтому мы, учитывая, что крестьян нет, рабочую партию образовали. Из 93-го года, через два года, существует рабочая партия России, а мы, уходя, приняли постановление об антирабочем уклоне РКРП, который возглавляет товарищ Тюркин. Вот, так сказать, какое было решение. После этого. Но мы уходили не для того, чтобы с кем-то ругаться или ссориться, а мы уходили для того, чтобы правильно поставить вопрос, чтобы была партия, которая такого положения уже не повторялась. Тюркин тут же сразу стал быстро, они давно к этому стремились, чтобы был первый секретарь, первое лицо. Некоторые у нас любят, чтобы было первое лицо. Я не знаю, зачем нужно первое лицо прикопитализировать, потому что у каждого человека лица. Есть дети, внуки, потом у него есть здоровье, можно здоровье подорвать, можно, значит, там, опасть на кого-нибудь, можно подкупить, все что угодно. Вообще никакого смысла, никогда большевики к этому не стремились, потому что это было формальное первое лицо. А у нас принцип, вот, в рабочей парте России, кто больше работает, больше влияет, кто будет больше влияет, товарищ Шилов, он влияет и будет он, соответственно, решать. Или вот мы сегодня видели, там у нас много было выступающих, там, одни так считают, другие-то, но проголосовали в соответствии с нашей нормой. Норму мы теперь ввели совсем другую, что у нас надо, чтобы при любом голосовании большинство было обеспечено голосующих рабочих. А если вы не интеллигенты, не могут это обеспечить, они плохие интеллигенты. Ну, если я не могу найти, а их сагиитируют двух рабочих, что надо же сказать об этом? Как сегодня Сайдунбекова. Слабый. Слабый. Ну, сегодня Сайдунбекова. Да. Вот, так что, так что вот таким образом. И, но, значит, после этого товарищи, с которыми мы вместе начинали все это движение, начали, так сказать, всякие переговоры о мире, давайте, значит, соединяться, давайте снова объединяться. Мы поставили вопрос очень твердых. Мы очень стали охранять это вот, это вот наше завоевание, потому что нам, так сказать, к примеру, мы не последовали РКРП, сделали вопрос первого секретаря, еще, так сказать, появились эти тенденции бюрократические. Но мы сказали, что мы соединяться готовы на делах, а дело подвернулось очень большое. Это подготовка проекта Трудового кодекса и агитация за него, и работа с профсоюзами. Надо сказать, что вот тут и выяснилось, какая партия большая, какая маленькая. По численности, я думаю, рабочая партия России была, ну, на порядок меньше, то есть в 10 раз меньше, чем РКРП. А по количеству материалов, по связи с профсоюзами, а мы, кстати, связались со всеми профсоюзными организациями всей России и получили отзывы на наш проект. И выступления делали всякие разные инструктуры, спечатали в газетах и прочее, и прочее, и двигали его и российским комитетом рабочего и так далее. И, так сказать, в итоге, вот на этой почве мы в этой совместной работе снова нашли контакты с РКРП в организации рабочего движения. И поэтому мы рассматривали и деятельность РКР, как тоже в поле совместной деятельности, когда... Хотя в один прекрасный момент, в самом начале, после разделения РКРП, предприняло попытку ликвидировать. Тогда был не РКР, а совет такой... Слового, российское объединение рабочих организаций. Значит, пришли товарищи и решили захватить это мероприятие. Мы тогда вышли в другую комнату и создали РКР. И с того времени РКР... Мы говорим, пожалуйста, приглашайте рабочих из любой партии, хотите из РКРП, хотите из КПРР. Единственное наше условие, что это были рабочие. Мы с рабочим будем работать вместе с вами, приходите. Но решать будут на этом самом РКР не как вот в Лампилово. В Москве в Совет рабочих, где в Шишкарю, там никогда не было большинства рабочих. И никогда рабочие не решали. Всегда решали люди, которые были рабочими, будут рабочими. На пенсии сейчас и так далее. В самом начале, изначально. Потому что если это ученые Советы, там сидят ученые. Если это художники, то... Художники. Композитор, композитор. Как кто-то рабочий, там уже кто-то... Художники, композиторы, ученицы. Художники, композиторы. А эти рабочие, они вообще-то лишние. Лишние. Вот и вам, да и что туда пришли? Они рассуют неправильно. Да. Вече они тут не так. Вот я хочу сказать, что мы очень творчески к этому отнеслись. И эта совместная работа у нас продолжалась до, практически до последнего времени. Беспроблемно. В том числе, скажем, явно являюсь, так сказать, формально. От журнала ЦК РКРП Советский Союз членом редколлегии журнала Международный коммунистический обзор. Дальше, я являюсь членом редколлегии журнала «Марксизм и современность». Теперь ряд наших товарищей во главе с товарищем Каленом ходят в РКРП. Ряд наших товарищей, когда в РКРП были трудности с регистрацией, и мы старались помогать регистрации, написали заявление о вступлении в РКРП. И я тоже самое. Когда нам говорят, что вы видите к нам, мы уже написали заявление. Но, скажем, на мои советы, какого рода, что лучше регистрировать не какой-нибудь Росфронт, а РКРП. И можно было его зарегистрировать, просто не надо было это делать, по-умному, если делать, в предвыборной кампании, когда уже вся расстановка сил на политическом фронте уже вся сделана, администрации президента, и сейчас никто вас не зарегистрирует. А вы после выборов, пожалуйста, регистрируйтесь. Но хотели быстро участвовать в выборах, поэтому пошли по пути легкому. Действительно, давайте Росфронт. Хочу сказать, что затея с Росфронтом, по моему глубокому убеждению, в результате анализа последних событий, она была гнилой. Гнилой почему? У нас аналогичная вроде бы была затея у РПР. А именно, мы создали Российскую партию труда. Причем, когда мы ее создавали, некоторые наши наиболее твердые товарищи марксисты, такие как Шишкарев, Удри и Лапсов, говорили, что мы сейчас попадем в это болото и утоним. Но, как показала практика, мы там соединились в рабочей партии труда. Она была не партия, а рабочего класса, мы никогда не объявлялись, что это партия рабочего класса. Мы говорим, давайте сделаем партию. Партию труда. Вот там на этой, как я пришла, партия труда, стоит товарища Денин, сейчас. Партия труда, на съезде партии труда выступал товарищ Кайонов. На съезде учредительном. Я, сколько-то, не меньше, чем 6 тысяч долларов в кармане вез, которым я дал Шейн, не знаю, откуда он их взял, чтобы оплатить этот съезд. Майлова, шикарно было. Потом, значит, у нас в оргбюро в руководящий орган попал товарищ Золотов. Потому что у нас ребята непростые. А я бы стал секретарем рабочей партии труда по идеологии. Без словами с удостоверениями. Но, потом, значит, все попытки, значит, мы настолько там прочно вошли во все структуры, что повернуть партию труда на какую-то почву, такую антикоммунистическую, псевдо-социалистическую, никак не удавалось. И когда это раз, не удавалось, два, ее переделали в партию трудовой солидарности. И потом Храмов ее продал с потрохами. И вот эти патриоты России, это и есть вот та самая партия, отделение которой были зарегистрированы даже. Продал буквально. А наше, буквально, в смысле продал, да, деньги. А наше, Ленинградское отделение, мы делали с нашими отделениями, поступали так. Закрывали. Сначала исключали всех, потому что они не работают, поэтому этот опыт, который здесь с Иван Михайлович победил, это он в меньших масштабах. Мы, значит, всех исключали, оставались только те, кто исключали. А те, кто исключали, покидали партию, писали заявление, ну, а потом, как со мной были, шаги контакта, приходили и хотели получить для этой самой патриоты России, получите готовую структуру. Готово только переименовать потом, и, пожалуйста, она зарегистрирована. Я его объяснил, товарищ был бывший первый секретарь Смолинского ракома, сказал, что если бы даже вот у нас было это регистрационное удостоверение, печать, мы бы ни за что это не отдали. Таких махинаций, считайте, что мы их выбросили в вам в нему. Вот, и все на этом. Вы наш друг и товарищи, даже не приходите с этим, и не думайте. И все. То есть мы с этим расстались, но это была организация, в которой были А. Рабочая партия России и профсоюзы, самые разные, про которые Ленин говорил, что надо работать в самых желтых профсоюзах. Вот теперь давайте возьмем, что сделала РКРП. Не подумав, она взяла, и вместо того, чтобы зарегистрировать РКРП, чтобы она могла участвовать в выборах, она зарегистрировала странную организацию, в которой не с профсоюзами там соединения, а с политическими организациями. Значит, какие там политические организации? Это вот группа Левый фронт, пока ориентация Левого фронта. Это проамериканская ориентация, организация. Так? Так. Второе, там есть армия воли народа, придурков организации, я и сказал, которые думают, что народ будет судить там чиновников. Хотя судить может только суд, а суд создается государством, то есть правящим классом. Поэтому это люди, которые... Азов не знают, марсийских. Это политически, они тоже с ней соединились. Там Этмонов, который, как вы понимаете, по своим взглядам, хотя его пихали в трудовой России, все время проглашали, что он Этмонов, рабочий лидер. Никакой он не рабочий лидер, он давно перестал быть рабочим, забыл, что такое рабочие, стал, пошел депутатом от справедливой России, и это вот глупая совершенно антимарктистская... Какой он справедливый, от яблок он пошел депутатом? Что? Нет, это рывный в России. Подожди, еще сначала, и это продвигал тот же Санкт-Петербург, давайте возьмите рабочих, наших рабочих по вашим партиям. Это что, товарищ Шилов, выйдите от Единой России, так, товарищ французов, выйдите от справедливой России, то, товарищ Майсер, а вы идите от ЛДПР. Короче говоря, это какая-то, я не знаю, то есть это, если люди вообще как-то немножко понимают, что такое марксизм, наука, ну что это за глупость такая, как это вы своих товарищей, своих партий, от других партий двигаете куда-то, кто-то думает, что за ахиней. То есть главная цель попасть в Думу, то почему нет? Да. Вот эта главная цель реализовалась. А сейчас мы уже видим, что Эдманов куда пошел, от кого? От Яблока. От Яблока. Ну, Яблоко, как вы знаете, мы это в Народной Правде, 50-й поддерживаются, деньги ЦРУ. Поэтому с кем соединение Ротфронта? Ротфронт, я уже хочу сказать, что какая была беседа между Тюлькиным и Долговым, это реализовывается. Тюлькин, что вы не вступаете в Ротфронт? Он говорит, если бы вы по-русски сказали в Красный Фронт, я бы вступил. А Рот, это же? Что это, Ротфронт во весь Фронт? Что это такое? Почему по-немецки? А по-немецки, между прочим, Ротфронт, это Красный Фронт. Ну, это Красный Фронт, это Красный, а Рот, Российский Объединенный Трудовой, вот мы сегодня присутствуем, товарищи, а всем докладывают на Трудовом Фронте. Так? И Палика. То есть, потому что Рот был вот такой, да? Нет, это тоже было. У нас был Трудовой Фронт, то есть все одни, значит, это делали, другое, это делали, это все, это был Трудовой Фронт. Ну, как же перепутать такое? Это раз. Во-вторых, не надо взять для партии, брать и в качестве лозунгов, то, с чем люди проиграли. Помните, вот некоторые говорят, но по-сран, они не пройдут. Ну, прошли, кто они? Фашисты же прошли, вот, когда был кричали и лозунг, но по-сран. Даже не надо брать этот лозунг для себя. Уважайте свою революцию, мы победили, большевики, нет там, в Германии мы взяли Ротфронт, ну, выиграл там Ротфронт в Германии. Победил? Нет. Ну, чего это брать за основу Ротфронт, выкинуть свою советскую власть и брать этот самый Ротфронт? То есть, я хочу сказать, что ничего умного водить, затеи не было. Ну, и тогда мы еще не ощущали, не ощущали, во что это и вылезло, что сейчас происходит. И я это говорю, в связи с тем, что я беседовал с двумя крупными деятелями. Ну, так сказать, с Виктором Кальчевым я беседовал публично, там, где у нас было обсуждение в Университете рабочих корреспондентов. А, и где уже Виктор Иванович, как человек спокойный и смирный, сказал, ну, это ревизионизм, это уже незапустимо. Сказал, я вот долго молчал, я вообще, я смирный человек, но этих я побью. Вот. То есть, там публично мы это все сказали, вот, и я сказал, что, вот, Виктор Акадьевич, а то, что происходит вообще, то, что ни один рабочий по линии, ни один рабочий по линии РКРП не приехал на заседание Российского комитета рабочих, а перед этим приехали двое, напились там пьяными, вообще подрывали, подрывали вообще саму возможность проводить Российский комитет рабочих. Это ни в какие ворота не лезет. Какой тут тогда един? У нас единство, может быть, только на почве совместной работы с рабочими. Там не желают сработать с рабочими, не желают. Рабочий там по-прежнему на последних местах и вообще уже Российский комитет рабочих это надо, это куда-то надо и заставлять или стыдить. Мне уже надо дело тоже и стыдить. Я хочу сказать, что происходит. Беседовал я с товарищем Амилой Освеной. Она мне звонит, говорит, вы, я думаю, может, она звонит, это будет, что мы там выступили по поводу всех этих вот этих лозунгов, вроде, индексации. Она сказала, я объяснял Латюлькину, это же, говорит, а чушь собачья, как это вы делаете? Ну, вот же, Степанов там, в Карелии предложил. И вот, значит, в связи с нашим таким настроением, что мы участвуем не будем в принятых нами решениях, которые, кстати, не общепартийное решение, а решение кого? Ленинградская организация. Решение Ленинградской организации. Ну, вот мы вернемся там после 18 сентября. Пусть люди ткнутся мордой об стол, так сказать, и туда легче будет с ними разговаривать. Часто можно пока и подождать. Вот. Что сказал мне? Позвонил товарищ Терентьева. Один из основателей РТРП, которого мы знаем, очень хорошо, уважаем. И, говорит, его Терентьев просил со мной поговорить, давайте встречаться. Я хочу встречаться-то сейчас. Ну, что встречаться-то? Что вы не понимаете, что идет превращение, переливание из партии, которые они сами считают революционной партией. Помните, как Хмалинцов говорит? Вот РКРП у нас революционная партия, а Ротфронт это? Масохова. Это что? Это что? И Ротфронт это у нас союз классовых сил. Это правильная формула. Клукоклассы разные там. Какие классы там? Будем считать рабочий, если это РКРП представляет рабочий класс, хотя это у меня большие сомнения вызывает на сегодняшний день. Мелкая буржуазия и буржуазия. Вот это классовые силы. Да, это союз классовых сил. Это совсем другое дело, чем была партия труда. Там был союз рабочей партии России с правосоюзами, в которых Клендин советовал совсем во всех работах, во всех. А тут что? Просто там политическая организация. И мы этот самый уголовник, который сейчас сидит в тюрьме, он был член ЦК Ротфронта. Это кто? Угольцов. Угольцов. И мы начали спрашивать, а он сейчас у вас член ЦК? Ну, как это? Вообще, левый фронт-то входит в ЦК? Входит. То есть, это, в общем, так сказать, не входит. То есть, это совсем организация, которая, ну, если она была чисто маскарадной, допустим, если бы к ней так относились в РК РП. Нет. Похоже, что наоборот происходит. И это сказал я. Терентьев и Терентьев, как, к моему удивлению, со мной согласился. Говорю, Юрий Игоревич, происходит перелик и превращение РК РП в Ротфронт. То есть, людям, так сказать, оторваться от своей программы. Они несколько раз пытались ее переделать. Ну, глупости всякие туда вставили, но в целом она еще сохраняет. Вот тогда мне Виктор Иванович показал, говорит, посмотрите, что они туда навставляли, какую чушь. Там они там навставляли, например, что мы там придем к Уасе через вооруженное восстание. И пошли с этим регистрироваться. Ну, вот представьте себе по-доброму относящийся к РПП человека-чиновника. Он сегодня их регистрирует, его снимают. И все равно эту регистрацию лишают. Но это глупость какая. Там же все написано у нас, пока путем революции. Все это культура написана и грамотная. И никто не мог ничего предъявить. Мы с этой программой нас зарегистрировали при Ельцине. Там все сказано. Там все вполне прорисовано. Нет, надо вот такие прямые глупости вот такие написать и всякие лозунги даешь, привет и так далее. Но в целом все равно программа коммунистическая. Нет, эта программа отставляется в сторону. Все члены РФРП входит в Ротфронт, добавляет антикоммунистические и антисциалистические организации туда, с ними вместе объединяются, получается новое СК, новое руководство. А РКРП как бы оно пропадает само собой. То есть, просто взять и переделать РКРП и думаю, что мы должны вот такой какой-то для себя позицию сформулировать. Что мы должны поддерживать РКРП и ее коммунистическое содержание и всячески выступать против тенденций самой очень крутой превращению РКРП в мелкобуржуазную и буржуазную партию Ротфронта. Поэтому союз с РКРП мы укрепляем, а с Ротфронтом я думаю, нам я не вижу никаких точек соприкосновений. Никаких. На сегодняшний день. А мы же Денис Борисович ЦИКОТОМ. Ну, он чуть не зла если что нашу партию там представляет. Мы его выделили в стан противника. Есть точка соприкасаться. В стан противника. Смотри, как соприкасаться. Можно целоваться, можно драться. Наконец-то в дальнейшем нашем представительстве по-моему. Товарищи, может быть и нет. Но я думаю, что вопрос о представительстве Ротфронта, я думаю, надо... Это вопрос вообще партийный, не только Ленинградской организации. Вот мы этот вопрос поставили здесь, потому он какой-то неспешный, да? Мы даже по отношению к отдельным лицам не дорожимся. Вот, неспешный. То есть, надо на эту тему подумать. Вот этот первый доклад на эту тему будем читать. Первый раз мы этот вопрос поставили в таком разборнутом виде. Давайте мы на эту тему подумаем и свои предложения к заседанию в бюро принесем. Может быть, решение соответствующее по этому поводу. Ну, посмотрим, как будет себя вести наши товарищи. Но похоже, что у них какое-то такое впечатление, что они перестали вообще понимать с того, что они прилагали нам заняться подделкой подписей и так далее. Так прямую мы собирали людей и говорили. Ну, о чем нам Денис Борисович рассказывал. А Тюркин когда был? Ну, в каком этапе депутат? Денис Борисович, если будет после окончания? Ну, и последующий. Я хочу сказать, что я, значит, продолжаю контактировать с Виктором Аркаевичем. Вот он материал подготовил, который от ряда партий, может быть, к столетию. Значит, ну, 60 с лишним страниц. Я ему вообще объяснил, что такие вот постановления нельзя принимать никто, и денег никогда и почитать не будет. И что есть вариант такой, можно сделать из этого статью, а потом думать какой-нибудь документ. Ну, допустим, несколько страниц к столетию революции. И, значит, я просидел, потратил много времени, отправил, Виктор Качевич выкинул оттуда Росфронт, про который он говорит, что это вот образец партий рабочего класса нового типа. Оставил там РКРП как встановление. Встановление можно идти в одну сторону, в другую. Восстановление может быть возникновение и прихождение. И, так сказать, он поблагодарил, то есть мы нам контракты поддерживаем, продолжаем на теоретическом фронте, но мы будем смотреть, что из этого дальше выйдет. То есть, то, что выходило до сих пор, это наша совместная работа, и я не знаю, какая будет, что будет выходить из этой совместной работы. И не придется ли нам отмежовываться от того, что печатают наши товарищи. Ну вот, поскольку и Тамилович напросил для журнала статью и так далее, то есть там есть силы в то же самое РКРП, которые совсем не хотят, чтобы РКРП превратилась в мелкобудажную партию. И я думаю, что мы к своим товарищам относимся к вниманию. Я думаю, к товарищам из РКРП надо им помочь сохранить РКРП как партию рабочего класса встановления. И если этого не будет, ну, значит, как бы, останется одна партия рабочего встановления, и рабочая партия врачи. По крайней мере, в твердом положении сейчас мы не видим ни одной другой политической организации. Ни одной. На сегодняшний день такая ситуация. Вопросы будут какие-то? Пожалуйста. Депутатом когда был? На каком периоде? Дмитрий Николаевич. Ну что, я могу спросить депутатом Госдумы? Товарищем? Нет, пожалуйста, руку уже. Михаил Васильевич, такой вопрос. Вы собираетесь лично участвовать в выборах в сентябре в Госдуме? Я имею в виду, как избиратель, и за кого вам голосовать? Ну, значит, я хочу ответить чуть-чуть. Я обернусь. Вы тут в этот понедельник по просьбе наших товарищей из КПРФ, с которыми мы тоже контактируем, по линии есть бывший директор музея Ленина Галина Ивановна Баринова. Она сейчас помощник Гортко, который вступил, пошел, как бы, влево, коммунисты вступил. Она, значит, познакомила со мной ряд молодых таких функционеров фракции КПРФ загнать нам сама. Они очень критически относятся к тому, что происходит в КПРФ на следующий день. И вот, значит, попросили встретиться с одним товарищем и КПРФ, доктором философских наук из Мусомольска на море. В понедельник мы встречались. Вот она спрашивает, а как вы вот, ну, у меня два было вопроса группных, а почему это у вас и нет полутонов? У вас, у рабочей партии. А какие могут быть полутоны? Или диктатура Бурразии, или диктатура Протерятов? Каким могут быть тут полутонов? Вы сначала решите, куда вы, а потом будет уже говорить. Или диктатура Протерятов с извращениями, биратротичными, или диктатура Бурразии с послаблениями. Это разные вещи. Но все равно надо или или. И второй вопрос был, а почему вы так вот говорите в публичных выступлениях, что это мелкобуржуазная партия? Ну, как говорили, вот у нас, как большевики, они же с крестьяновыми все время работали, и со всеми, и с левыми, и с эрами союзничали, пока те восстания не подняли. Вот КПФ я рассматриваю партию трудящихся. Каких трудящихся? А всех. Рабочих, мелкобуржуазии, мелкой. Но мелкую она поддерживает, чтобы она стала крупной. То есть, поэтому, это как раз вот партия чисто мелкобуржуазная. Мы с ними можем взаимодействовать, как с мелкобуржуазной партией. Правильно? Вот и все. Там, чтобы все было ясно. А что касается Ротфронта, мы еще не знаем физиономии этой партии. Какая она будет? Там вообще непонятно. То ли она, может быть, она и не мелкобуржуазная. Мы не знаем. Потому что пока эти люди оттуда, прямо из Ротфронта, прямиком уберегаются в яблоко, а другие прямиком, так сказать, за антироссийские в деятельность попадают в бельмон. За антироссийскую я хочу, а не за коммунистическую. Там ничего коммунистического не было у Тайцова. Или там шатаются люди, сначала идут по Москве, лидеры, так сказать, московской организации. Сначала идут немцов с яблочниками, потом идут гомосексуалисты, потом идут с красными флагами наши товарищи из РТРП. Мы им это все говорили. Один раз уже мы им рассказывали. Но я так понял, что этого урока недостаточно. Я думаю, что мы не можем при этом просто так присутствовать и на это закрывать глаза. А уж если они не хотят с рабочими работать, я не знаю, на каком основании нам надо их считать рабочей партией. Никоим образом. Но будем, так сказать, пока в наших силах, что? Поддерживать то содержание рабочее, которое еще есть в РКРП. А в Ротфронте я его просто не верю. Еще будут вопросы? Да. Пожалуйста. А Тюркин на каком этапе развития стал депутатом Государственной Думы и как это произошло? Тюркин стал депутатом Государственной Думы от КПРФ, когда у РКРП была значительная сила, и эта значительная сила была получена в результате нашей совместной деятельности по организации рабочего движения и борьбы за трудовой кодекс. Они этот политический капитал растеряли. Во время пребывания Тюркина депутатом он очень хорошо себя вел как настоящий депутат. Он поддерживал рабочее движение, делал необходимые вопросы, помогал организовать митинги в порту и так далее. И мы ему приезжали, и он нам всячески помогал. Вот поэтому я думаю, что вот сам он лично Тюркин действовал вполне удовлетворительно. Но то, что мы сейчас происходим, ну, ярче всего видно на Оленинской конференции. Здесь все присутствие видели, вот приходит первый секретарь РКРП. Скажите, еще кто пришел с членом РКРП послушать доклад первого секретаря на Оленинской конференции? Дмитрий, кто пришел? Это товарищ Денис. Он чай делал? От нас была делегация 7 человек. Лично видел. От кого это от нас? Ну, это от Ленинградской организации РКРП. Ну, вот, может быть, было. Может, и было, может, и было, но я их вот, насколько я знаю, я их не проявляю. Я ни одного знакомого не знаю. Мы ведь с вами наблюдаем каждый четверг. Ну, товарищ Денис, когда находит, иногда не ходит, как бы, он, как бы, не член РКРП, а с кем-то. Нет, я врачу. Ну, это я вас приветствую. Возносы платите? Но, ну, где это молодежь? Я однажды пригласил на школу, я удивился, я говорю, много молодых там ребят, что они делают-то? Шуршат какие-то бумаги, мимо проходят, там, где теоретические вопросы обсуждаются. Они там пишут, что без теории нам смерть? По крайней мере, так вам и смерть, потому что вы теорией-то не занимаетесь. Вот, мы организовали такую штуку, меня спросил Виктор Аркадьевич, а вы помогите нам создать программу школы партийной? Я говорю, Виктор Аркадьевич, я вам программы не буду составлять. В одной простой причине, что все определяется составом лекторов, как писал Ленин, не программами, а составом лекторов. Вы такого состава лекторов, который мы обеспечиваем в университете рабочих корреспондентов, никогда не сделаете. Никто, весь состав у нас. а если вы хотите какую-то псевдо-партийную учебу, дурачки какие-то у вас будут выступать с глупостями, вы это делаете, только я к этому не имею никакого отношения. Ну, и я сразу от этого отмежевался. Но мы наблюдаем, что никакого желания получить, но Тюркин приходит. Когда Тюркин не может, приходит Маленцов. Но если Тюркин приходил из интереса, то Маленцов приходит как саглядатой туда посмотреть и глупости какие-то в очередной раз с глупостями выступить, причем изображая из себя специалиста, там выступает протокол, который докторскую толпу защитил по генгельской философии, он ему, значит, какой-то чушь там несет. То есть довольно нахально и низкопробно. Поэтому вот мы имеем возможность наблюдать, то есть мы со своей стороны предоставляем все, включаем, даем доклады, пожалуйста, приходите. Никуда не надо ехать, у вас прямо здесь. И кто куда приходит? Где эти люди? Какой может быть Ротфронт, когда никого нету? Кроме Тюлькина и Денисова никого нету. Но иногда приходит еще один, второй член РКРП за принятие. У Захаров бывает. Иногда. Захаров, что-то я очень редко. Это же центральный комитет РКРП. Складывается впечатление, что нет никакого РКРП, нет никакого центрального комитета, нет никакой молодежи. И нету, главное, нету никакого внимания к теории. Внимание к теории. То есть если для рабочей партии России вопрос теории, вопрос там изучения Маркса, Энгельса, Ленина, Гегеля и так далее, Красный институт и так далее, то там это вот какая-то умственная усталость и лень. Люди хотят прийти к власти, не пройдя умственную хотя бы умственную дорогу, не говоря уже о какой-то практике. А практически хотят вот сразу в дамки прийти, неважно от какой партии, неважно под каким соусом, лишь бы залезть в буржуазные органы власти, в органы буржуазной диктатуры. И с чем они залезают? Вот мы наблюдаем. Тюркин был последним депутатом, который вел себя так, как должен висеть депутат в рабочем. А есть в чем уступить? Блажен Анатолий, вот приближающая теория, она как раз с таким результатом на гривоте. Потому что Ленин писал о том, что партии без идеологии не бывает. Он не может быть так. Если вы создаете партию, значит, у него будет идеология. Если эта идеология не коммунистическая, значит, она будет буржуазная. Ну, в крайнем случае, мелко буржуазная. Так, собственно говоря, и получилось. Вот прошел съезд, так сказать, первый съезд после учреждения, на котором я присутствовал. Значит, избираются там председатели комиссии и так далее. Комиссия по пропаганде. Тюлькин говорит, у нас комиссия будет по пропаганде, а не по идеологии. Потому что идеологии у нас нет. О, как! Нет идеологии. Это у кого у нас? В фронте? В фронте, да. И мы еще это съезды ротфронта. Значит, нет у нас идеологии. Но дальше, в течение прошедшего года, выяснилось, что идеологии у них есть. И идеология это совершенно четко очерчено. Это идеология и мелко-буржуазная. Они всеми, так сказать, в фильм «Время души» они стремятся к мелкой буржуазии. И по сути дела, Михаил Васильевич Прап, они проходят тоже по КПСС, КПРФ, по накатанной дорожке. Единственное, что они не учитывают, что времена-то не те, и никто их там не ждет, никому они не нужны. Там уже все, кресла распределены, куски розданы. И, в общем-то, эти правильно звеганов называют их спойлеры, спойлеры, это те, кто мешают. Они только путаются под ногами. Вот эта мелкая шалупонь, которая путается под ногами и мешает, в общем-то, получать, так сказать, госфинансирование. Поэтому получилось то, что должно было получиться. Хвост стал вилять собак. Вот создали эту структуру Roadfront, которая постепенно, так сказать, поглощает все, что есть хорошего оставшегося в РКРП. Поэтому я думаю, что, наверное, выходить надо, заявить свою. Мы свою позицию уже по отношению к Росфронту, в общем-то, очертили. Это можно теперь утвердить и зафиксировать выходом, товарищи, которые там находятся. Ну и, наверное, надо обратиться напрямую к рядовым членам РКРП, чтобы они подумали о том, куда ведет их собственное руководство партии и, наверное, решали внутри своей партии вопрос настоятельности своего руководства. Да, я тоже скажу, так сказать, в плане Садокрада несколько слов. Значит, Михаил Васильевич у меня видится немножечко избыточно оптимистично оценивать перспективы сотрудничества с РКРП. Почему? Потому что, вот скажем, Виктор Аркадьевич Юлькин, это, безусловно, один из ближайших к нам людей в РКРП, не только в личностном плане, но и по своей позиции. Вот он делал дократ на Ленинской конференции. А тема дократа была там какую партию считать коммунистической можно, признаки коммунистической партии на последней. И там он 19 или 21 признак, я уже забыл, что так наукообразно, хотя на самом-то деле это очень просто, это партия, которая соединяет научный социализм с рабочим движением на самом деле. Но вот он там вот эти признаки без конца приводит, и потом хлоп, какие сейчас партии у нас. Причем даже слово в становлении туда уже Михаил Васильевич, как я понимаю, вставил в редактирование. А РКРП... Я ему отредактировал, прежде чем он... Вот, ну не суть. Значит, а рабочие партии сейчас это РКРП и Ротфронт. Тут, правда, кто-нибудь мог сказать, что это у меня здесь личная обида, что раз РПР не назвали, то вот. Но вот как Ротфронт можно назвать рабочей партией вот это коммунистической, вот настоящая истинно коммунистической партии вот сейчас, но это вот в граве не украдывается. И надо сказать, что вот как еще Михаил Васильевич не очень упомянул, вот, как говорится, есть причины и был повод для раскола с РКРП. Значит, а повод, в общем-то, был такой. Это было осенью 93-го года произошел этот раскол. И была договоренность, что в случае чрезвычайных ситуаций, а тогда время было бурно, еще капитализм не закрепился, собирается политбюро в Ленинграде. Значит, бурная ситуация наступила в связи с указом Ельцина о том, чтобы разогнать Верховный Совет. Приехали члены оргбюро из Нижнего Новгорода Золотов и Гошина Кудрявцев, да, в Ленинград. Вот, их тут никто не встретил, они пришли в дом политпросвещения, где тогда была вот штаб-квартира РКРП, там их никто не ждал, а что вы приехали-то, собственно? Вот. И надо сказать, что, в общем-то, вот наши товарищи, в основном, людей, руководство рабочей гвардии и оцирку людей на защиту Дома Советов организовывал тогда депутат Ленсовета Евгений Петрович Тимофеев. И он выступал по телевизору, что вообще, говоря бы, не пустяк, что могло ему аукнуться, что призывал записываться в рабочую гвардию и уезжать на защиту Дома Советов. А товарищи-то они как-то... Ну, Дворцовый, по телевизору, я его где-то видел в ящике в каком-то. Вот, это самое. И это вот, то есть, такое вот какое-то, как будто товарищи не в парне серьезно, как будто они не в парне хотят делать дело. Потом вот, в ходе борьбы за Трудовой кодекс, были сборища по поводу Трудового кодекса, и мы там очень сильно сцеплялись с троцкистом Козловым. И вот надо сказать, что Козлов, он выступал за проект восьми, так называемый, это проект Буржуазно-Трудового кодекса. Ну, а мы с ним жестко раялись, отстаивая наш проект. И вот, когда вот я встану и начинаю выступать, опять товарищи скажут, это я личная, товарищ Ведерникова от РКРП начинает кашлять. И кашлять, так значит, она с Дорговой с этим, с Козловым, ездила в Америку по каким-то троцкистам. После этого она стала кашлять. После этого она стала кашлять. Козловой здоровье типично. Потом, значит, вот, к этим выборам. И вот, значит, там Кузьмин такой, ведущий этой передачи, спрашивает Тюлькина в конце, а кто наши союзники-то главные? Ну, вот, Виктор Аркадьевич говорит, наш главный союзник это ОКП. У нас с ними есть вопросы по программе, но это ничего страшного, они ребята буйкие, активные, за ними рабочие. Вот, и мы с ними будем сотрудничать конкретно. Значит, в то же время тот же самый Виктор Аркадьевич, он очень жестко нападал на КПР, АРФ, а что такое КП? Это откололось от КПРФ худшая часть. Троцкатня, грубо говоря. Вот, и вот, так сказать, чьё-то их туда понесло первые союзники. Ну, вот, тоже вот это совершенно непонятно. И сейчас мы видим, что это Кумурова, а Кузьмин у неё помощник, она пошла вообще от ультраправых, от партии Роста, которая собрала там себя бывших яблочников, союз правых сил и всякую тушваль. Вот, она по её спискам пошла. И, в общем-то, как-то здесь вот эта вот прелесть троцкизма, она, надо сказать, не зацикливается на известных там постулатах Троцкого о невозможности построения социализма в одной стране, там, агромонентной революции и так далее. А этот троцкизм, это вообще говоря, антикоммунистическая такая ржа, которая борется с коммунизмом под ультракоммунистическими якобы розунгами, обвиняя, значит, коммунистов в их недокоммунистичности, а мы тут самые коммунистичные. Это вообще такое изобретение довольно торговое, и когда вот я слышу, что Маленцов говорит, что вот индексация это вот самое революционное такое действие, а работа над скорых договорами это оппортунизм, а это было сказано на одной из последних лекций в университете рабочего корреспондента, так вот открыто, в общем-то, это, конечно, это уже где-то троцкизм, то есть такая революционность какая-то, но революционность такая пустая, без опоры на рабочий класс, без опоры на что-либо научная и действенная. Значит, и в общем-то, в этой связи, ну вот я думаю, что с РКРП и вот, в общем-то, Тюлькин, Яброва, ну я не знаю, какие там еще фамилии можно назвать, Московская РКРП, на мой взгляд, сгнера, ну Батов, он симпатичный мужик, да, но он тоже тут что-то нес, их это, гыбня кровавая, всячески, прогроша к участию, скранира к участию в международном фестивале мародежи и студентов, который будет в 17-м году посвящен столетию революции. И вот, как я понял, там приходили какие-то там эмиссары, там чуть ли не от Путина, и вот, значит, войдите в оргкомитет, там, то все, они, нет, ни в коем случае это будет собирать буржуазия, то есть на международный фестиваль мародежи и студентов туда приедут, там люди самые разные, там, и от курдов, там, и из Ратинской Америки, там, и кто угодно, вот, а раз это буржуазия собирает, тоже была передача по Галевому краю последняя, Батв там яро отбивался, Ферберов, он, по-моему, троцкистом тяготеет, и вообще, вот, московская РКРП, не случайно она на Болотную ходила, в общем-то, там сложный вопрос, хотя, с другой стороны, вот, комсомольцы из РКРП, они коросальную помощь оказали, вот, первое время после пожара, когда мы каждую неделю сюда приезжали, и разбирали завары, и комсомольцы здесь, их человек 10 приезжало, и они здесь насилия очень много, то есть здесь, вообще говоря, помощь была достаточно большая здесь, но мародеж, эта наука не интересуется, и, в общем-то, как я понимаю, поэтому им особо не интересны, к рабочему движению они тоже не очень тяготеют, и, в общем-то, у меня вот, единственный вот пунктик, остался у нас по сотрудничеству, это лекции в Университете рабочих корреспондентов, но будем надеяться, что там этот пунктик останется, и что эта ниточка, она, так сказать, даст возможность нам взаимодействовать и дальше. Успехов здесь пожираем Виктору Ивановичу Гарко. Почему только мне? Ну, вы у нас. Всем надо. Под его руководством. Да, под его руководством, здесь вот. Так. У меня все, да. Какое будет решение, тогда на этой работе? Я думаю, продолжить сотрудничество, у нас вопрос в повестке дня, Михаил Васильевич, у нас вопрос в повестке дня был о союзе с РКРП, вот я думаю, надо продолжить сотрудничество с РКРП в организации, в деятельности университета рабочих корреспондентов. Ну, почему только? И где еще? А вот давайте, где еще? Российский комитет. А вот... Российский комитет. Российский комитет. Ну, а как лучше сформулировать, на каком мероприятии рассмотреть вопрос о связях с РКРП? Не на каком? Не на каком. Я думаю, что связи у нас... Вот Денис Борисович, висящий анализ в программу РКРП, я думаю, что особой связи с такой организацией, с такой программой у нас быть не может. А как официально подвести черту, чтобы с РКРП... Напишем заявление. Никакой связи с РКРП нет. У нас есть. А у нас есть. А вот как, чтобы не было? Ну, а как? Через полгода вас и сначала. А все в мире взаимосвязано, поэтому вы не исключите эту связь. Смысл нашего обосновления должен быть в том, что мы должны поддерживать коммунистические тенденции и РКРП. Потому что мы вообще коммунистические тенденции везде поддерживаем. Поэтому ничего плохого. Если мы видим коммунистические тенденции и РКРП, надо их поддерживать. И, так сказать, без нужды их, так сказать... Хотя нужен большой микроскоп, чтобы их там увидеть. Ну, большой микроскоп, мы видим. Профессора... Второе, мне кажется, то, что Денис Борисович предложил, в этом есть, мне кажется, большой резон. Я-то думал, что мы просто примем какое-нибудь решение насчет Родфронта. Я думаю, Денис Борисович может просто лично как член ЦК Родфронта посоветовать, как человек, который изучил программу Родфронта, напечатал ее резон, на полную некоммунистичность этой программы, да? И посоветовать товарищам членам Рабочей Партии России написать заявление о Родфронте. А также посоветовать на ближайшем таком собрании членам РК РП. Можно уже это посоветовать, потому что Родфронт не показал себя. Это можно подскажите с этим. Пусть они по итогам прослезятся сначала. Сейчас они как сумасшедшие в отношении выборов. Как выбор закончится, сразу начинается как у алкоголиков потом. Все это ломка. И вот тогда можно будет сказать, что вообще-то и надо отсюда и уходить из этой организации, потому что вы себя измазали в дерьме. Вот не надо себя измазывать, уходить из этого Родфронта и оставайтесь в РК РП и воюйте, дружите с нами, и мы с вами будем дружить. Вот я думаю, наша позиция примерно такая. Я думаю, что мудрость предложения в РСУ в том, чтобы просто у нас увидели, кто там у нас в Родфронте. А кто у нас надо почитать? Уже забыли, наверное, кто там есть. Спомнили. Александр Сергеевич. Нет, ну я Писах. Татьяна Станиславовна. Ну ты можешь общий список посмотреть? Татьяна Владимировна. Вот надо, видимо, потихонечку, может быть, Денис Борисович соберет заявление. Денис Борисович, в следующем собрании. соберет заявление. Попов. Олег. Ну это не горит. Через собрание, да? Через собрание. Это ведь не горит. Через собрание пройдет выбор. И что? что и не горит. И покажет. Ну и ей правильный. Вот соберать, что я за то, ничего не знаю. А кто был пятый? Кто был пятый на паровозе? А почему пятый-то? Попов. Олег. 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 Да, Олег. Так, кто, значит, за следующее решение, чтобы поддерживать коммунистические тенденции в РКРП, которые очень сложно улучшить, за то, чтобы рекомендовать членам рабочей партии России, которые находятся сейчас в Объединенном фронте трудящейся, с течением времени не платить, я говорю, что Росфронт, чтобы с течением времени не платить там партийные сносы и... Мы туда не платим. Мы туда не платим. Там нет сноса. Платят, по-моему. А как платят? Не надо платить. Рекомендовать выйти. Нет, официально выйти. И рекомендовать официально, соответственно, вырезать заявление, оценивать. Кто за данное предложение? Ну, рекомендовать. Мы обязаны все так и не накладывать. Правильно? Если анализ за счет бедензора не исчезает правиле, то вы еще с вами способствует. По несколько дней на сегодня исчезла. Нет, спасибо.